Меня зовут Екатерина. Общая цель нашей работы это восстановление изображения млечного пути. И как это обычно случается в науке, задача разрослась до неведомых широк. Поэтому здесь будет много слайдов, некоторые из которых я буду очень быстро пропускать. Для начала нужно немножечко сказать о актуальности. Потому что обычно, когда астроном говорит не астроному о изображении млечного пути, возникает реакция, ну фоточка и что? Как будто бы это фоточка котика. И здесь нужно отметить, что в принципе в астрономии мы оперируем двумя видами данных. Фотографиями и спектрами. И по изображениям получено очень много астрономических знаний. Поэтому восстановление изображения млечного пути сразу ведет за собой получение очень большого объема информации, которую можно из этого изображения вытащить. Но сфотографировать млечный путь мы по понятным причинам не можем. Восстановление хотя бы морфологии выглядит как-то так, довольно печально. Поэтому давайте попробуем научить нейросеть. Нейросети в астрономии пока как-то не залетели. Работ мало и они вообще классные, но совсем не по нашей теме. Поэтому можно сказать, что аналогичных работ не существует. Мы здесь в первом вагоне и действуем в общем-то методом проб и ошибок. Есть вот такая статья, идейно похожая на нашу, но все равно это совсем не про то. В общем, общая концепция. Мы хотим восстановить изображение млечного пути. У нас есть какие-то штуки, которые мы можем померить и для галактик внешних, и для млечного пути. Еще у нас есть фотографии внешних галактик. Мы обучаем нейросеть на парах. Штука, фотография, подаем штуку для млечного пути, получаем картинку. Эта штука, это... Тут не показывает. Да, вот, вот. Это карта скоростей, например, остаточных скоростей. Мы можем для внешних галактик получить ее по спектрам, для млечного пути по данным параллаксов со спутника ГАЭ. И обучить нашу нейросеть. Значит, здесь я очень быстро сейчас проберусь. Это то, что я подробно описывала на прошлом воркшопе. Этот пробный шар взлетел неудачно, поэтому это просто упомяну. Мы пробовали обучать на каталоге Гершеля. Здесь карты в полосе H-альфа и изображение только в одном фильтре. И эксперимент очевидно неудачный. Очень долгая и нудная обработка данных. Здесь хорошо видно, что и центры не совпадают у галактики, у карты, и у карты дисперсии скоростей, которая нам тоже нужна, потому что она описывает эволюцию. И центры не совпадают, и масштаб разный. Здесь был разработан алгоритм обработки, который впоследствии пригодился. Но в остальном ничего хорошего не вышло. Попробовали учить на Юнете с разными масками для МСЕ. Результат не очень. Попробовали написать автоэнкодер на Резнете. Результат тоже не очень. Попробовали разные оптимизаторы. И на этом месте стало понятно, что просто датасет не годится, потому что он маленький, там всего 152 галактики. Там изображение только в одном фильтре. И вообще карты, построенные по движению газа, нам не подойдут, потому что для Млечного Пути мы строим карты по движению звезд. Поэтому очень не хотелось, но пришлось перейти на каталог СДСС Манда. Не хотелось, потому что каталог СДСС крайне не юзерфрендли. И достать из него какие-то данные, это прям не самое веселое предприятие. Он включает в себя большую достаточную выборку ближних галактик, которые еще и специально подобраны так, чтобы покрывать статистически значимой выборкой все разнообразие существующих ближней вселенной галактик. Этот обзор предоставляет фотографии, карты скоростей газа, карты, кстати, разного газа в разных полосах, карты скоростей звезд, что очень круто и нужно нам. Карты дисперсии скоростей. И у него есть дополнительные каталоги, которые можно подключить и забрать оттуда какие-то параметры. Здесь показаны примеры и вход здесь не очень видно. Ладно, дальше будет пример покрупнее. Это пример данных, которые мы используем для обучения. Здесь хорошо заметно. Здесь сыры данные, здесь обработанные. Сейчас расскажу. Здесь хорошо заметно, что, во-первых, карта шестиугольная. Это следствие просто формы прибора. Прибор шестиугольный, интегральный спектрометр. Не важно. На карте скоростей здесь заметна могучая такая систематика, которая нам вообще-то не нужна, потому что нам не слишком интересно, как там галактика от нас летит и куда она крутится как целая. Нам интересно, как звездочки в диске галактики летают относительно центра, неподвижного центра галактики. Поэтому все это великолепие мы фитируем плоскостью, подбираем параметры численно и вычитаем. Получаем карту остаточных скоростей. Все это мы нормируем на минмакс. С картинками была морока, потому что каталог упорно отдавал картинку с намеченным вот здесь шестиугольником. И пришлось ковырять исходники, чтобы картинку добыть, а потом, чтобы ее обрезать по размеру карты, потому что каталог упорно отдавал всю картинку целиком, а не только нужную галактику. Дальше. Здесь фон. Он забит. Ничем он не забит, он забит нулями, но там каталог предоставляет еще маски, где размечено качество пикселей. И надо ускориться. Да. По этим маскам мы обрезали фон. Извините. Переходили в полярные координаты и удаляли фон путем флаттона и оставлением только того, что нам нужно, только значащих пикселей. Потом эти длинные векторы формата полярные координаты значения мы подавали на входные ресеты. Ну и раз уж мы все переделаем, давайте разработаем новую архитектуру. Архитектура в стиле клип-он-клип. По сути, это автоэнкодер, в котором два, собственно, энкодера. Один энкодер у нас принимает картинку и восстанавливает картинку. Все это дело учится. Потом декодер замораживается, подключается новый энкодер, который принимает уже пережеванные карты. И при обучении вот этого автоэнкодера картинка-картинка мы выдаем векторы представления картинок, сохраняем их. Потом мы учим новый энкодер. Он тоже выдает векторы представления. Мы их сравниваем по L2. В общем, задача бьется на куски. Первый кусок — это, собственно, автоэнкодер картинка-картинка. Он здесь довольно простой. Состоит из восьми вот таких блоков из свертки, бач-нормы или лу. Здесь выдается вектор 512 на 12. Это представление нашей картинки. И дальше зеркальный декод. Все бы ничего, но когда мы учим это дело по МСЕ, все закономерно усредняется в никуда. Все желтое и разбытое. Поэтому нужно что-то придумать другое. Что придумать? Разные вариации лосса перебирались. Мае минус ССИМ тоже как-то не сработало. Мы подумали, дайте-ка сделаем сетку жирнее. Сделали пирамидальный автоэнкодер вслед за вот этой статьей. Получился вообще кошмар. В общем, ладно, возвращаемся к предыдущему. К предыдущему автоэнкодеру. Подобрали веса. И все сработало хорошо. А здесь, если что, оригинальное изображение справа восстановлено слева. Но это тоже так, словно не старше. В общем, эта часть отработала великолепно. Просто вау. Дальше. График обучения. Можно, кстати, еще доучить, наверное. Ну, хотя вряд ли. Дальше. Новый энкодер, который пережевывает карты. Совсем простая архитектура. Точно такая же, по сути. С вертечкой бачнормы Ирилу. Не сработала вот эта чудесная картинка. Это восстановление, чтобы не соврать, кажется, вот этой галактики. Ну, показывает богатый внутренний мир компьютера. Ну, собственно, давайте уже все-таки доделаем наш пайплайн. И обработаем данные ГАЯ. Слайд для устрашения. Эти насыпанные формулы, они только переводят данные спутника, который представляет, по сути, координаты скорости из координат, в которых он их представляет, галактические, цилиндрические. А потом там еще долгое-долгое нудное усреднение. И тадам! Получаем карту скоростей и дисперсии скоростей для нашей галактики. Здесь еще, кстати, все отнормировано, чтобы было удобнее воспринимать. Вообще-то в сетку подаются ненормированные данные. Здесь видно, что вот в этой части галактики дисперсия скорости равна нулю, а вот здесь она как-то растет. И это почему же? Это потому, что у нас вот здесь солнце, вот здесь центр галактики. И чем дальше мы смотрим, тем больше пыли, тем хуже точность. Поэтому, когда мы подадим эту карту в наш автоэнкодер, она, скорее всего, выдаст что-то не то. И, кстати, когда мы ее подали в наш автоэнкодер, выдало нам вот это. Еще одно изображение, богатого внутреннего мира компьютера. Тем не менее, пайплайн отрабатывает. Едем дальше. Предположим, мы вместо изображения богатого внутреннего мира получили что-то такое. Здесь вот изображение облечного пути заменяет изображение его старшей сестры галактики Андромедов и Ка с могучими ее кольцами. Вот мы получили изображение. Мы можем визуально посмотреть и сказать, да, это какая-то фигня. А можем еще и порешать задачу регрессии и повытаскивать оттуда какие-то параметры, как это обычно делают астрономы, а потом посравнивать с параметрами из литературы. Для этого нам, собственно, нужно решить задачу регрессии. Собственно, мы составляем датасет. Изображение у нас уже есть. Мы подключаем данные из дополнительного каталога, забираем оттуда массу металличность и возраст. Из предобработки карт мы получаем для каждой дисперсию скоростей. В звездной астрономии обычно дисперсия скоростей называют корень из дисперсии. Ну, это традиция такая устная. Дисперсию мы посчитали при предобработке. Это мы все забрали, составили датасет. Вот здесь у нас третий раз возвращаемся к этой теме. Здесь у нас все отдельно. Но, тем не менее, на нескольких тестовых запусках, маленьких обучениях оно сработало. Оценки параметров из литературы известны. Они не все однозначны, как вы можете заметить, потому что, ну, такова судьба наша астрономская. Если, тут уже выводы, если немножечко вернуться, здесь еще надо отметить вот что. Когда мы подаем, когда мы, собственно, обрабатываем датасет и вычитаем вращение, мы еще... Да где же это было? Мы еще запоминаем угол наклонения галактики. Когда мы получаем, вычитаем систематику, мы запоминаем угол наклонения плоскости вращения диска относительно луча наблюдения и, в принципе, луча зрения. И мы, в принципе, тоже можем его подать в нейросеть, потому что, ну, мало ли, возьмет и не выручит. Ну, это просто замечание. Мы этого, извините, не делали, но на самом деле можем сделать. Если переходить к выводам, то основной вывод такой. Все работает, но вычислительного времени не хватило, потому что коллаб у меня скончался где-то на шестой или седьмой день активной работы, а своего вычислителя в отделе у нас нет. И вообще я эту задачу не делаю в отделе. Если чуть более подробно, то датасет составили, автоэнкодер, особенно вот ту часть, которая делает картинка-картинка, научили просто прекрасно, лосс подобрали. Декодер, энкодер, который принимает карты, ну, так, плюс-минус понятно, что с ним делать. Данные обзора Гая обработали, но тоже примерно понятно, куда можно дальше поработать. Датасет для решения задачи регрессии составили. Все потестировали. Нужно больше вычислительного времени. На этом у меня, в общем-то, а, публикации. Несколько вариантов. Можно часть с автоэнкодером доучить, новый энкодер, и это все отправить в какой-то компьютерный журнал. А можно все это уже доделать и огромную-огромную статью отправить в МНРАС. Это журнал, в общем-то, топ-3, наверное, по астрономии. И важно только успеть, потому что он собирается стать платным. Увы. В общем, по публикации, ну, все нормально. Текст, в принципе, черного готов. Недостатки. Во-первых, не подаем наклонения плоскости. Ну, на десяти тысячах случайно ориентированных галактик, скорее всего, выучится. Ну, можно и подавать. Во-вторых, вы видели, какие у меня карты скоростей для Гая. Они такие, и это они еще нормированные. А при использовании специально разработанных алгоритмов можно получить карты посимпатичнее. Это из вот этой статьи. И, в общем-то, этим стоит заняться, потому что если мы подадим фигню на вход, мы и на выходе получим фигню. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ну, это много вопросов. Может, сначала общий? А, для верности, по начать. Давайте про время. Вот вы сказали, что у вас через неделю умерло время на экваладе. А, ну, так, наверное, это больше недели занимает. То есть вы за неделю вот это все успели сделать? Или как? В ГПУ закончилось, короче, в коллабе. Да, в коллабе закончилось ГПУ. Ну, вот, а все, что вы показали, успели совсем не его сделать? Ну, нет, конечно, нет. Мне помогали. Но это не мой вычислитель. И так, в общем-то, делать не круто. А, понятно. Хорошо. А вот модель там прям большой-большой. Это вы сделали настройку на чей-то? Или вы как придумали архитектуру? Она там очень сложная. Мне даже смотрели больно. Пирамидальный вот этот автоэнкодер. Ну, и вот его, и там, где он зеленая, с зелеными картинками. То есть, когда очень много блоков, вот там вот просто... Так, сейчас я долистаю, и много слайдов. Вот это. Это вслед за статьей этих авторов. Здесь, как я понимаю, автоэнкодер учитывает подробности разных, особенности разных масштабов. И, ну да, смотреть больно, но что поделать. То есть, было уже в открытом доступе? Или вы просто повторили, там была песна архитектура, вы ее повторили? Или вы просто там уже была прям модель, а вы настройку на ней просто сделали? Мы сделали настройку на готовую модель. А, понятно. Какое приятное, а то страшно прям было. А вы приследовали, что очень много исследований, что это хорошо вообще? То есть, что гарантирует, что вот это, это, ну, как минимум неплохо, неплохая архитектура? Понятно, что она, может быть, самая лучшая, но вдруг она там ниже до ремидиана, и там о чем-нибудь не превратить, как-то немножко поменяется, и станет намного лучше. Все там точно совершенно поднимено. Так, еще раз, если я правильно вас поняла... В качестве всей архитектуры вот этой, как она, может, как-то исследовалась хотя бы авторами? Я думаю, насчет авторов я не гарантирую, потому что это был реально пробный запуск. Но, знаете, качество архитектуры здесь довольно наглядно показано на этом изображении. Она для этой задачи, ну, я бы не могу сказать, что не слишком подходит. Скорее всего, нужно больше данных, больше времени. Но, как бы, изучением этой архитектуры мы не занимались. Мы цель такую не ставили, если в этом ваш вопрос заключается. Да. Ну, ну, как бы, про то, вообще, есть какие-то гарантии, что она вообще хорошая. Ну, хотя бы какая-то, ну, в принципе, ладно. Она идейно, главное, быть хорошей, потому что она идейно может повытаскивать в течение различных масштабов. Туда появляются конфератинки с resize-ом. Ну, здесь вот папа показана даже, да. И, собственно, из-за того, что MSS-SIM сработал как лосс, MSS-SIM, он как раз с медиастуктурную... Симулярность, вот, скажи, связанность на разных масштабах. Вот. Поэтому отсюда возникла идея, что нам нужна архитектура, которая умеет делать то же самое. Ну, вот это уже, по которому ты здесь работал, это достаточно простой оптим-кодер, который сделал формат из tag-more layers, сжали в вектор, сжали в вектор, сжали в вектор. Да, я его написала за полчаса. Потому что обычно используют. Да. Ну, просто, ну, мне страшно, наверное, посмотреть, я в другую задачу. Да, вот эта штука, она не работала, пока не удалось подобрать... Подобрать вы сами. ...правильную лосс. Так, с этим я понял. Еще есть вопрос про данные на входе. Можете еще раз повторить, что у вас на вход поступало? Я там, помню, две картинки было, вот, скорость и еще. Это все или это просто... Так, да, я понимаю, это... Сейчас я довистаю. Это не самая очевидная для неастренома штука. Вот эти две картинки, это карты распределения по диску галактики скорости, измеренной по спектру, и дисперсии скоростей, измеренной, в общем-то, тоже по спектру. Скоростей звездного населения, не газа. И, да, это по сути две картинки, которые... Все, вот это вот эти две картинки? Нет, мы пережевываем их в векторы по двум причинам. Во-первых, так... Нет, сейчас я перебил, больше других данных нет. Больше других данных нет, только эти, да. Хорошо. А вот то, что вы пережевываете, как раз тоже был вопрос. То, что вы пережевываете в векторы, теряет как бы вот фичи пространственные? Нет, не теряет. Да, я это опустила для... Я помню, на лекциях, ну, как же, вот эти все конвалиционные слои, как бы, они не работают. Так, сейчас. Они вытягиваются не просто в вектор, а в вектор с координатами. А, соответственно, что мы делаем? Нам вообще нужно избавиться от фона, потому что мы не можем в этой задаче, мы не можем подавать фон в нейросеть, он все испортит. Ну, типа, данные для места, где нет галактики. Поэтому мы вводим сетку декартовых координат для начала сначала в центре, к каждому пикселю приписываем координаты из x, y, получаем вектор формата 3 на длину. Если короткая пространственная структура сохраняется. Да, а потом мы это все еще переводим в полярные координаты с центром в центре, с тем, чтобы, ну, как-то вот более связано было в остальном, и в принципе, полярные координаты часто используются, все симметричные довольно. Вот, и такой вот вектор 3 на сколько-то мы подаем уже. Хорошо. И последний вопрос. Но просто, наверное, больше, наверное, за ним закончу. Про скорость искали модуль скорости смотреть. А там направление неважно или его невозможно увеличить? Так, сейчас подождите. Модуль скорости. Ну, вот ваша картинка левая, это модуль скорости, как понятно. Нет, это не модуль скорости. Это просто скорость. Скорость у меня три компонента. А, это проекция. Это проекция скорости на луч зрения. Мы же ничего другого для другой галактики померить не можем. Только проекцию скорости на луч зрения, и все. То есть это один компонент скорости. То есть мы по снизкам не можем какие-то, да, двух компонентов скорости померить? Увы, не можем. Только то, с какой скоростью к нам или от нас эта часть летит, и все. Все, все, я понимаю. Вот, то есть нам еще потом данные для Млечного Пути еще нужно спроекцировать. Мы это тоже делаем. То есть мы берем проекцию на вертикальную ось, как будто бы если галактика, ориентированно на плашмя. В общем, это не самая такая очевидная для неостремного штука. Вы сказали, что вы хотите в статье топ-3 и публиковаться, а почему не топ-1? А, да, это легко объяснимо, потому что в астрономии есть астрономия, а есть астрофизика. И там три журнала по примерно разным жанрам. Поэтому в астрофизический журнал это подать нельзя. Это не астрофизика, это астрономия. Это ваш топовый-топовый астрономик. Да. Все это. Я закончил. Спасибо за это. У нас музыка прям мало. У коллеги со снегом тоже была такая сильная. Это там что-то понятие. Сторония не нравится. У вас еще две. Ну раз этот слайд открыт, тогда я понимаю, что было бы вопрошено. Значит, в одну очередь берем от трехходов, потом часть отрезали, и пропускаем градиенты через оставшуюся часть, через ней. Да, вот так вот. Да, но голова в декодах заморожена. Вот это часть. Все правильно. А вы учатся вот эти штуки восстанавливать картинку. Они учатся восстанавливать электронный бейзинг. В этот бейзинг, по которому потом восстанавливаем. Да, потом мы размораживаем декод, чуть-чуть дообучаем и восстанавливаем картинку. А в личный бейзинг получился? Ну, я уже показывала это замечательное изображение. Получилось скорее изображение богатого внутреннего мира компьютера. Потому что новый энкодер, который вот вектор и пережевывает, он немножечко не доучился. Мы его не доучили. Да. Мы не успели работать эти даты. Вот. Пайплайн работает. Изображение для млечного пути. Вот такое. А, то есть это выход прямо? Это прям выход. Да. А на входе был в личный путь? А на входе? На входе было вот это. Ну, получить мы хотели вот типа той черной, да? Для млечного пути. Типа того, да. Но здесь еще проблема вот как раз в этих данных. Их бы привести к нормальному виду. В общем, тут медленная, мучительная, сложная процедура. И это тоже там работа на недельку, скорее всего. Но хотелось бы карты как-то вот упаковать в такой вид поприятнее. Потому что здесь все просто усреднено. И это может сработать для другой галактики. А для млечного пути здесь прямо видно, как качество данных портится по мере удаления от центра. И вот здесь еще видна проекция центра галактики, но лучше зрения. То есть, ну, вау. Какие данные есть, с теми работаем. Можно чем-нибудь вопрос? В галактике же бывают разные. Ну, переноснованно, ну, типа спирали, типа шара. Да. Какие вы использовали? Мы использовали все. Мы не стали искусственно ограничивать выборку по морфологическому типу галактики. Потому что, ну, мы тут довольно уверены, что млечный путь дисковая галактика. И что у нее, скорее всего, есть перемычка, то есть бар. Но где гарантия, что все наши представления о млечном пути вообще верны? Она, наверное, есть. Но как-то мы решили, что ограничивать выборку в плане морфологии, это заранее подавать сетке какую-то информацию, которую она, по идее, знать не должна. Вот. Плюс задача сама по себе классная. И решение на всей выборке, ну, просто отдельный результат. Можно еще загружать. Да. Смотреть, как оно выглядит. Ну, то есть, если мы туда полетим, получим карту скоростей изнутри, то почему бы и нет? Не было такого, что кто-то в последнее время сомневался. Мне кажется, что это новое, что кто-то говорит, что недисковый. Последний. Там, кстати. И вообще это давно уже есть мнение. Кто-то думает, что недисковый. Насчет недисковости я таких... Статья, если честно, не видела. Ну, вот насчет того, что не спиральная, тут очень много сомнений. Сейчас я даже покажу, почему. Во-первых, давайте посмотрим на изображение нашей старшей сестры Андромеды. Здесь явно видны резонансные пальцы ВК. А то, что мы принимаем в Млечном Пути за фрагменты спиральных рукавов, это, ну, реально, скорее всего, фрагменты резонансных колец. Я сейчас медленно и мучительно долистаю до результатов численного моделирования и покажу. В отделе моя научная группа занимается как раз восстановлением морфологии Млечного Пути на основе численного моделирования. И у нас точно так же получается результат, демонстрирующий вот здесь хорошо так заметные резонансные кольца. Ну и плюс, если внимательно смотреть на кинематику диска Галактики, то там неплохо так заметно, что некоторые регионы, которые мы считаем одним спиральным рукавом, вообще-то движутся в разные стороны. И если бы они были фрагментом одного спирального рукава, они бы летели как-то все вместе. А вот на такую морфологию скольцами укладываются прямо вот ровненько. Поэтому да, в наличии именно спиральных рукавов сомнения такие есть. Это правда. Продолжение следует...